Здравствуйте дорогие друзья! Мы с вами уже продвинутые пользователи, как говорится. Давайте копнем глубже, вглубь нашей головы. Итак, недельная глава Пинхас обычно читается в месяце Томус. Это не просто так. Вообще время не просто так делится. Еврейский календарь это вещь серьезная. Давайте поговорим только о системе деления Аризаль. Аризаль говорит, что каждый месяц соответствует разным частям головы. Месяцы Томус и следующий Аб соответствуют правому и левому глазу. То есть зрение. Тут все. И Томус тоже много говорит о зрении. Эти главы, если обратите внимание. Балак сын Цепора видел, Белам видел, сын Пинхас увидел, Пинхас сын Лиза увидел и так далее. Понятно, что видят они разное. Все люди видят. Обратите внимание, люди когда даже присутствуют с вами когда-то в какой-то комнате или в каком-то событии. Вроде вы видели одно и то же, а потом пересказывают, оказывается, видели совершенно разное. И в зависимости от человека, от его восприятия, от того, как он видит мир, все разное. Хотя вот оно, мир вроде один. И зрение и видение это две разных вещи. А чем они отличаются? Вообще любая вещь, чтобы понять ее и понять корень этой вещи, мы с вами уже давно это учили. Где в Торе оно встречается первый раз. А где видение встречается первый раз в Торе? Книга пришит. И увидел Бог, что свет хорош. О, все. Значит, там все скрыто. Есть такой, был Раф Винстон, и он говорил, что это предложение построено очень необычно. Возможность видеть подразумевает также возможность не видеть любая. Вот тут в этом сложность, надо вдуматься. Если есть возможность не видеть, если такой возможности не видеть не существует, тогда нет процесса видения. Тогда это просто восприятие сознания, вот штамп воспринятия сознания. Каббала говорит, что это был тот первый свет, был очень необычный. Его называют Орагонус. Свет, который, по мнению Вилонского Талмуда, он позволял видеть первому человеку от края до края мира. Что значит от края до края мира? Это же не значит, что он мог сесть там, я знаю, в Минске и увидеть Нью-Йорк. Нет, наверное. Речь идет о том, чтобы с помощью этого света, вот тот великого света, который еще, кстати, к нам вернется, слава Богу, надеюсь. Первый человек воспринимал все, что он видел вокруг, то есть, как явно он видел структуру, он понимал все. Ему не надо было объяснять, поэтому он назвал всех животных. Он видел когда это, и куда делся этот свет. Рафаэль Ляшев сказал нам, я говорю, что здесь сложный урок, но очень интересный. Куда делся этот свет? Он был написан, что спрятан для использования Валам Абба. Все считают, что Валам Абба это будущий мир. Он говорит, что ничего подобного. Речь идет совершенно о другом. Не о том времени, когда наступит будущий мир. Обычно так переводят. Но это еще и внутренний мир. И вот праведники, вот обратите внимание, есть очень праведные люди, с которыми, может быть, кому-то повезло общаться. У них свет какой-то внутри. Вот этот свет, он в праведников запрятан. Их вот, внутренний мир соответствует качеству света. Это огромная помощь написана человеку для постижения своего внутреннего мира. И человек должен вдуматься в эти слова. Насколько идет человек по пути исправления. То, что человек может читать, там, что-то даже фили наденет. Это одно. Человек должен исправлять свои внутренние качества, которые у него есть. Вот это самое важное. Тогда, чем он исправил чуть-чуть качество, он чуть-чуть ближе доступ к этому свету. Это основная работа. Это слово «тов» хороший. Это слово, которое использовано для описания вот этого скрытого света. И оно отстоит от первого слова «тов» на 32 слова. То есть, от 32 это написано «love and bet» — это «left». То есть, хорошее сердце — это и есть основная работа наша в этом мире. Не какие-то там горы. Надо исправить свое сердце. Еще одну вещь успею сказать. Написали, что когда Пинхас убил земли, говорили, это генетика. Это его ветро и так далее. На самом деле, сказано, да, генетика. Но только не туда смотрите. Его следствием, вот эти действия были следствием деда Орона. Первый священник, который как бы искал всегда мир между ссорящимися, он помирил. Написано, что Пинхас примирил с Богом народ. Вот он тоже помирил. Мирить не всегда получается так. Иногда получилось, как у Пинхаса. И история вся эта расскажет о мотивах человеческих. Если ты видишь, что кто-то сделал что-то хорошее, не ищи плохое, что за этим стоит. Не выдумывай там себе ничего. Завидуй молча, да, написано. Если сам такого не совершил, совершишь в следующий раз, становись лучше. Надо, чтобы это было всегда, когда ты что-то видишь, как Пинхас поступил, и кто-то не злорадствует или что-то говорит. Наоборот, пусть это будет мотиватором, а не поводом для сплетни. Тогда ты начинаешь исправлять себя и делаешь то, что надо, к чему говорили вначале. И ближе к свету. Брахава от слыха.